Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, И в сущем в ограбежье его даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, И в сущем в ограбежье его даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, И в сущем в ограбежье его даровал. Отец наш Небесный, молим Тебя, имя Господа нашего Иисуса Христа, пребудь с нами, благослови наше собрание. Господи, научи нас гореть в вере истинной, основывая на Святом Писании Твоем, Господи. И чтобы мы думали, что каждый миг, каждый день есть для спасения нашему. Ныне день спасения. Тебе слава рассылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне всегда и во веки веков. Аминь. Чтение и толкование Фефилакта Болгарского на сегодняшнее чтение. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Соберись с силами. В прошлом нас считал, нам в интернете уже выставили. Считал, говорит, ни для себя, ни для людей. И в это время, когда считают, телефонами занимаются, другие разговаривают. Это уже было. Мы должны это учитывать или нет? Значит, сейчас с выражением вообще, ничем не занимайтесь. Вы знаете, что-то никуда не денется. Телефон с вами остается. А в интернете сразу заметили. Как у вас так? Это считает Слово Божие с толкованием. И считает так, как будто ему самому все равно. Мы должны быть внимательны. За нами смотрят очень далеко. Евреям, 13 глава, 17 стих. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны и дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Толкование. Речь идет о епископах. Прежде похвалив их и назвав верными и достойными подражениями со стороны взирающих на них, потом продолжает. Повинуйтесь. Что же? Не необходимо ли повиноваться всякому начальнику, хотя бы он был и злым? В каком ты смысле говоришь злой? Если относительно веры, то беги его. Хотя бы он был ангелом с небес. Если же он злой по жизни, то повинуйся ему. И так все, что они велят вам соблюдать, заблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте. Матфея 23.3 А относительно же испорченных по вере говорит «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь». Итак, почему же? Потому что дурно поступающих, быть может, другим не посоветует жить дурно, ибо и сам он стыдится дурных дел. Ясно это из того, что он всячески старается скрывать свои дела. Злой же по вере внушит свой образ мысли и народу. Выражением «будьте покорны» он указывает на такое сильное повиновение, что если бы потребуется, они послужили им делом. Да слышат наставники, что как народ должен повиноваться, так и священник должен неусыпно заботиться о народе, так как ему предстоит дать отчет за грехи их. «Если ты покоряешься, говорит, и угождаешь наставнику своему, то ты облегчаешь для него бремя заботы о тебе, так как он радуется твоему повиновению. Если ты поступаешь бесстыдно, то хотя он и в таком случае будет заботиться о душе твоей, но если ты не загладишь своего неповиновения, он будет воздыхать за тебя пред Богом, что для тебя бесполезно. Смотри же, наставнику он не позволяет ничем иным защититься, как только воздыханием, хотя и незаметно вселяет в него наставника дух крутости. Вселяет в него наставника дух крутости, но напротив того неисправимо возмущающего грозного мстителя Бога, то есть против него грешника, который возмущает не в Бога. Примечание редактора. Он, то есть Бог, примечание редактора, возжигает странный огонь наказания, посему ты, не повинующийся наставнику, не должен презирать его за то, что он воздыхается, но более должен бояться того, что он предает тебя Богу. Комментарии Игнария Тихоныча Латкина на слова священник должен неусыпно заботиться о народе, как и кому предстоит дать отчет за грехи их. Вот какие слова говорит святитель Дмитрий Ростовский в служении пастырей. Первому ветхозаветному архиерею Арону Господь повелел сделать священческую ризу на подоле, в которой должны быть находиться золотые звонцы. Цитата. Она будет на Ароне в служении, дабы слышен был от него звук, когда он будет входить во святилище при лице Господне и когда будет выходить, чтобы ему не умереть. Исход 28-35 Ибо было украшение этой ризы с позвонками, но еще более дивно то, что архиерея ожидала смерть. Если бы архиерейская риза не имела позвонков, дабы слышен был сказанный от него звук, чтобы ему не умереть. Мы знаем, что все ветхозаветное было преобразованием новозаветного. И ветхозаветное священство было преобразом нашего священства. И звонцы же, издающие звон по толкованию святого Григория Дворислова, знаменовали голос свидетеля учения, означали, что архиереи, как и иерей, не должен быть немым и должен провозглашать уже не звонцами, а устами и языком, учая и вразумляя людей по увещанию апостола. Проповедуй слово, настой, во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. 2 Тимофеев 4.2 Твори дело благовестника. Звонцы были золотые, и из священнических уст должны исходить золотые слова о Бога угождении, о святой праведной жизни, о любви к Богу и ближнему. Слова золотые, а не оловянные, то есть полезные, а не бесполезные. Честные, а не бесчестные, любовные, а не враждебные, не оскорбительные и не гнилые. Не имеющие этих золотых духовных звонцов разума и книжнего познания, не стяжавшие духа премудрости и не способные к учительству служитель Божий и пастырь душ человеческих нем, а вместе и мертв. Ибо как ветхозаветного святителя, если бы он дерзнул войти в святилище без звонцов, ожидало смерть, так и новоблагодатным артиереям и иреям, дерзающим принимать на себя со многими происками сам духовный, но не имеющим звонцов разума и премудрости духовной, не могущим получать христово сада, предстоит некая особая смерть, не телесная, а духовная, ибо они почитаются Богом мертвыми, по каждому из них он говорит в апокалипсисе, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв, откровение 3.1. Мертв пред Богом тот, кто только носит имя сына пастыря, а обязанностей пастыря не исполняет. Обязанность же пастыря прежде всего заключается в том, чтобы получать полезно, уничтожая человеческие грехи и наставляя на путь спасения. Вот, что говорит Бог пастырю. Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой подобно трубе и укажи народу моему на беззаконие его. Исайя 58.1. Если же ты не будешь разумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника, то беззаконник тот умрет беззаконие вашим, а я взыщу кровь его от рук твоих. Из Экиля 3.18. Если бы своей рукой убивает грешника тот, кто не старался увещевать его и отклонить от грехов его молчающий язык пастыря является как бы мечом убивающим душу грешников. Поэтому и апостол говорит о себе горе мне, если не благовествую. 1 Коринфянам 9.16. Горе молчащему пастырю, горе языку его, не проповедующему Слову Божию не учащему. Нехорошо архиерею не иметь в устах своих слова, называться учителем и не учить, носить на мантии источники, а не источать из уст учения, именоваться пастырем, а не предлагать пажите своим овцам, носить на себе чин апостольский, а не благовествовать по-апостольски. О таких пастырях святой апостол Павел говорит, горе мне, если не благовествую. 1 Коринфянам 9.16. Но еще горше архиерею не иметь доброго жития, взирая на которое люди получили бы пользу. Ибо если много может принести пользу учительское слово, исходящее из устах и резких, то еще более может принести всем пользу его добрая жизнь, так как голос дела звучит сильнее, чем голос слова. Слово слышно только предстоящим, дело же проповедуется до концов земли. Пусть ты носишь на языке перед своим мед сладкогласия, но если имеешь в сердце желчь, грехолюбие, твое слово будет недейственным, подобно грому без дождя, бывающему на облаках. Какая польза от этого облачного грома, если нет дождя, издывающего на жардущую землю? Какое умиление душам от голоса учителя, если он не помогает им делом? Говорящий доброе, а делающий злое, более соблазнить, чем научит, и от всякого услышит притчу. Врач исцели самого себя. Лука 4, 23, святитель Дмитрий Ростовский. Евреям 13, глава 18, стих. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Толкование. Так как некоторые клеветали на апостолов, будто он учит отступление от закона, то поэтому многие из евреев рождебно относились к нему. Поэтому он не обозначил имени своего в начале послания, так как они не могли даже слышать о нем. И так, защищаясь перед ними, прежде всего просит их молиться о нем, дабы, чего мы обычно просим от друзей, затем раскрывает свою невинность. Ибо между всеми, не только среди язычников, но и у вас, мы ничего не сделали с лицемерием. Совесть в наших сердцах, и мы знаем, что не замышляли зла против вас, не сделали ничего бурного вам, не оплеветали вас, то есть, стараясь провалить жизнь осторожно и беспорочно. И то же самое, что я говорю, что закон не имеет силы, это не речь врага и неприятеля, ибо скорее ввожу исполнение закона и показываю, что тень получила конец. Итак, разве это отступление, разве я вам не благодетель, когда веду вас в совершенство, совершенно отволя от тени и младенческого настроения. Девятнадцатый стих. Особенно же прошу делать то, дабы я скорее возвращен был вам. Лакование. Желать им так тепло, что со всей заботой молиться о том, чтобы скорее возвратиться к ним. Это происходило от сильной любви к ним. Вместе с тем показывает, что он полагается на совесть и потому обращается к ним. Этого он не сделал бы, если бы чувствовал своей совести что-нибудь дурное. Играем 13.20 Божий мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого крови завета вечного Господа нашего Иисуса Христа. Толкованин. Прежде всего попросив у них молитв и почив их этим, потом уже и сам молился за них. И так говорит, Бог есть Бог мира, то вы не должны возмущаться против меня. И притом по одному только слуху, внедряя их учение о воскрешении, воспользуясь пророчеством Исаии. Исаия глава 10. А так как есть и другие пастыри, малые, то сказал великого, ибо пророки это многие учителя, но Христос наставник один для всех, то есть воздвиг его из мертвых после его смерти, после издеяния его крови, так что он дал нам завет, не подлежащий, как завет закона, а отныне отменен, но вечный. Ибо и так воздвиг его из мертвых с кровью вечного завета, ибо по воскресенью он даровал нам кровь свою в завете, ибо если бы он не воскрес, то кровь его не служила бы нам заветом. 21 стиль Да усовершит вас во всяком добрым деле к исполнению воли его, произволя вас благоугодны ему через Иисуса Христа, ему слава во веки веков. Аминь. Толкование показывает, что они имели добрые дела, нуждаясь не только в том, чтобы совершенствоваться в них, но об этом он и молился за них. смотри, что мы сами сперва должны начать, а затем просить совершенства от Бога. Кто совершенствовался во всяком добрым деле, тот творит волю Божию, а не тот, кто наполовину делает добро. Следовательно, когда мы делаем добро, то это совершает нас Бог через зузо Христа, то есть являющегося в качестве ходатая совершителя. Ибо если Он совершил наше спасение в начале, то что удивительное и в том, что Он при усовершенствовании в добродетелях является посредником и исполняет в нас волю Отца, сам укрепляя нас и вздыхая в нас силы к совершению добрых дел. К слову же благоугодно Он прибавил Ему. Ибо мы тогда действительно благоугождаем, когда оказываемся добрыми перед Богом, а не тогда, когда пред людьми. И Давид говорит по чистоте рук моих предачами его Псалом 17, 25 И Исайя удалите злые деяния ваши от очей моих Исайя 1,16 Богу нашему слава веки Богу нашему слава веки Аминь Традиция болящих кто нуждается в нашей помощи Помните Надежда Ивановна Польгуева нуждается в постоянной нашей помощи Там не только материальная помощь нужна и духовная помощь и молитвенная помощь Влад Николаев в неделе через две он должен госпитализироваться Не знаю Лёва приехала или нет Еще кто у нас Татьяна Александровна сегодня есть Антонина она у нас всегда пребывает в бодрости Духа В прошлое воскресенье она была здесь на службе активная такая слава Богу Любовь Петровна как там? Любовь Петровна она привыкает к одиночеству требуется молитва в духовном и физическом конечно силы сладеет Так Еще кто у нас нато это нашей помощи Ну вот Людмила Степановна болящая Людмила Степановна да болящая да в большой немощи еще кто Маргарита да ее в прошлый раз не было Маргарита А вот мы еще все время молимся Антони который содруже с Леном может скажешь что у него как там химию проходит или в каком он состоянии в котором он колодия слышали чтобы он просили молиться в ремиссию уже год ведь наверное как у него диагноз пострадали но каких-то изомнений что не пишет что он там мы молимся все время чтобы узнать что солдаты ну и естественно помним о батюшке путешествующем что он там путешествует солдаты наши как там солдаты ну я не знаю как пока Валере пока не было информации Валера не пишет телефон отключен нельзя пользоваться через Лену я общаюсь она передала от нас поклон ну и спрашивала как что ну говорит могу только сказать что жив-здоров и находится он еще на на территории России так от Никиты так Никиты тоже вот как-то новость была которую Ира писала что больше новостей не было что он включаться да он как санитар прошел обучение там курс помощи вот этой первой помощи смотрит во время эвакуации за раненый то есть он как как они санитар санитар да санитар 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 сестра Агния простила слово я хотела бы поблагодарить всех за молитвы операция прошла успешно в спокойном темпе ничего не произошло все хорошо слава Госпож врачи опытные у них очень много таких операций проводилось и у нас в отделении где я лежала большинство детей с такой же проблемой поступали поэтому много раз делали такую операцию вот я еще хотела бы попросить вас помолиться у меня завтрашнего дня начинаются экзамены государственные ОГЭ поэтому всех спаси Христос А ты успела вовремя со всеми или да вовремя со всеми ну слава Господу помогите Господи успешно пройти это испытание готовишься вот Ефросиния как дела сколько тебе осталось вообще еще сдавать экзамены Ефросиния тут нету у вас на звонке она не отвечает Ефросиния я ее писала она мне вот и сегодня писала где вы будете не будете связи никакой нет с Пасхи мы их не видели я вот просто почему на Пасху они убежали во время концерта а я Ивану там ветровку принесла я ее ношу каждый раз и все отдать их нету то есть их не было ни разу что с ними случилось болеют они там какие-то ну лес нет 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 не выходят на смерть они все и лечат они не могут смех ну вот брус у Вани что Вани нету у Хривого еще попадает что смех да у Фройси сейчас у нее проходят она готовится на всех парах к диплому у нее сейчас практика по ее дополнительной специальности операционное дело да она туда ездит она у нас в больнице проходила я ей говорила заходи я тебе чаем напою но так и не зашла я ее в мельком видела она пробежала так и не зашла а она потому что у нее параллельно практически ходят две дипломные и по специальности дополнительной практики она со мной на другую бегала ну в храм-то почему не приходит в воскресенье нет практики именно в это воскресенье к сожалению не знаю как она будет диплом получать без того чтобы пришла попросила молитвы как вот эта все учеба ничего не даст бегание если не молятся если они не молятся как на экзамен идти если вы не молитесь надо говорить что-то про нее про одно я училась мы каждый экзамен объявляли как идти на экзамен когда тебе никто не молится и тебе не молится как написала молитесь у меня вот диплом под коллеги задавали перезай нашу тревогу украферия сдает спаси Христос всех кто молится результатов еще ни одного не было русские когда сдала все выходили и очень были печально что очень было сложное задание там такие задания что она мне когда рассказала я сама не поняла как его сделать какой-то текст чуть ли не публицистический и там надо выявить проблему которая освещает этот текст и описать написать сочинение на эту проблему и когда я сказала ну мне кажется вот эта проблема она нет а если проблему ты выявил неправильную которую задумал автор то дальше все просто перечеркивается все задание оно неправильно все твои рассуждения ушли не в ту сторону оно полностью вычеркивается что за вообще и я тоже не поняла это американская мы просто писали диктант по-русски мы проверяли нашу грамотность по литературе мы писали сочинение по-русски мы писали диктант ну это тоже писанина я имею ввиду ну не знаю в общем русский был сложный какой будет бал не знаем ну вот ждем результаты со следующей недели будут приходить результаты по ходу подготовки к изданию вот этого этой книги утреннее молитва и шестовстан кому нужно можно взять так у нас гости есть я хочу услышать от вас кто вы что вы представьтесь мир всем с миром мы из Красноярска приехали помочь в ремонте дома назовите себя Константин Тестов и сыном Максимом Тестовым приехали вдвоем в субботу по пути по Теревку нет здесь они крестились в том году нет это не два года назад крестились два года назад а в прошлом тоже приезжали в прошлом они приезжали а это не он да крестился нет 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 расскажите как вы узнали об общине вот самое первое через youtube канал или кто-то знакомый с youtube как случайно выскочил ролик ну ролики начал смотреть зацепило а какой ролик помните все помнят говорят а я не могу вспомнить какой то есть там я просто смотрел сразу и через и через сколько вы приехали креститься после того как узнали через год да в один год я не успел хотел но как-то не собрался и через год уже намерился и сын крестился сын и еще младший младший сын а супруга супруга еще не готова не заросла но она идет уже соглашенную мы где господи вы скажите имя мы о ней молиться будем имя как Дарья Дарья помоги Дарья и мама тоже ваша мама тоже соглашенную Светлана зовут каждый день каждый раз в литургию ходим ну чтобы вот дошли в этот год на священие ну хотят да в этом году но там работы работы еще много в духовном плане ну как за мал надо выставлять уже в интернете об этом молиться я не слышал никогда и тебе раз говоришь об этом? да но я Вячеслав сообщал вам а так на общее не говорю ну ожидание будет говорить слову мечтой не надо ожидание надежды а почему именно здесь еще и качество нет а мы почему я долго про мала ну так как увидели что здесь истинная как вера ну почувствовали и захотелось как бы ну перенять опыт и принять все духовное бороза выросла сразу после а пока ролики не смотрели в храм ходили но как-то были уже начинал нет она только только начинала первые у него все положительно было когда у нас был церковный приход совет перед священием то он прошел все никаких никаких нареканий нету хоть великан он такой человек скромный приятный христианин христианин украинская область сцепка железнодорожная радость что я приеду и страх незваный гость хуже татарина да думаю ну все равно я поеду вот божья милость скажу да да нет нет все пряму обратилась вчера сестре к Елене потому что мы с Еленой Политыкиной уже месяца два три разговор имели она поэтесса я попросила у нее разрешение попеть ее песни а до этого я звонила Игнатию Тихоновичу ну была такая ситуация имела общение с Еленой Гладыщук вчера сказала дочери ее я говорю твою маму боюсь больше чем Игнатия Тихоновича она говорит ну что ж вы мама моя добрая хорошая ну слава тебе господи вот вроде бы не выкусила она меня добрая хорошая вот две ночи мы ночевали а теперь вопросы пожалуйста я бывшая певчая я вот что хочу сказать на клеосе пела но я моченая я не погруженная и я сейчас обращаюсь к настоятелю кафедрального собора собора Игорю Рысенко это первый мой регент город Коркино он сейчас в городе Мясе настоятель кафедрального собора Павел Рысенко это его родной брат пролетерей крайний храм это Еткуль Максим Агеев батюшка крещайте и говорите чтобы мы не были мочеными не были мы вот так вот побрызганными чтобы вы проповедовали дорогие мои чтобы было вот трехразовое погружение у меня Библия лежала дома лежала я ее не читала когда я четыре года тому назад ну набирала ноты думаю дай-ка я посмотрю что там можно попить а мне интернет предлагает интервью Игнатия Тихоновича Латкина с кем? с Александром Минем думаю странно послушаю послушала так хорошо потом опять через неделю кто-то спрашивает Игнатия Тихоновича Латкина а что же вы думаете о смерти Жириновского а я до этого только фильм посмотрела как жалко мне его прослушала Игнатия Тихоновича земля у меня под ногами загорелась каждое слово вот сердце в душу вошло через неделю опять ролик а что же вы думаете Игнатия Тихонович о смерти Михаила Задорного смотрели моего концерта как мы веселились как мы хохотали над этими шутками господи прости меня грешную Игнатия Тихонович вот наверное за весь Уральский край благодарность детям моим что они вот так вот раз и окунули меня вот в вашу общину мама ты хотела наверное и звонок ты хочешь наверное в Барнаул в Потеряевку а сердце хочу а мы тебе подарок сделали от страха не знаю кому позвонить кому сказать вот по этой ситуации вот так вот а потом когда сама догадалась смотрю автобиография Игнатий Лапкин сам читает полчаса читаю два дня реву час читаю два дня реву я неделю читала слушала когда он вот сам говорил когда вот вы лабрички батя ваш говорит говорит все рассказывает а вы плакали я так тоже плакала вот плакали и вот так еще плачет и до сих пор плачет и правильно делаете у вас билет обратного нет пока нету пока не выгоните так вы не потеряете вы в Барнауле еще вы планируете потом поехать да вместе со воля божия да как братья решат как тут у вас вы не работаете 64 года свободная да я в полном вашем возбережении муж благословил у вас поехать он вообще ничего не сказал он когда тоже узнал про Игнатия Тихоновича Латкина и начался великий пост он говорит я тоже с тобой в понедельник первый стакан воды и кусок хлеба молодец так что вот Игнатий Тихонович и вы сердце моего Володи коснулись коли он вообще сказал ну вышла замуж превращусь в камень когда нибудь вам награда будет кстати если пройдете все это двое детей сын дочка трое внуков да да слава богу сколько он верит лет ой так это наверное мне лет наверное 25 28 было вот я сама была моченая ну сейчас сейчас 64 детей приводила я в храм ну как крестить слава богу внуки у меня теперь погруженные потому что с маловедства да чашка нормальная да как раз да 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 ну а вы как на крещение теперь у вас какое всё желание моё господи не дай мне умереть пока я не приму вот это правильное крещение Вы знаете, что заявление надо подавать? А я уже написала. А кто поручитель у вас? У меня поручитель Ольга Тимоненко и Елена Политыкина. Ничего себе вы подготовились. Сила. Так я законспектировала всю аудиокнигу к истинному православию, когда читают. Я сидела и писала. Огород быстрее, я уж картошку окучила, уехала. Это срочно. 11 этих вопросов, которые там написаны, да, к истинному православию, вы прошли? Да, да, да. Они у меня здесь, конспект. Могу показать. А вот вы, певчая, вы когда пели, насчет проповеди, какие у вас? Вообще проповеди не было. Да, вот. Слово Божие должно говориться в храме. Слово Божие. Потому что я старославянский язык не знала. Что там? Вот мы стояли, да? Церковно-славянский. Да, 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 да. Церковно-славянский. Я вот и до сих пор не владею. Да никто не владеет. Так что вы не беспокоились. Я ничего не понимаю. И один раз девочка одна маленькая сказала, говорит, я знаю, как они говорят по-английски. Вот и все. Но устами младенца глаголит истина. Ничего не понимала. Я даже и сама себя назвала смешная певчая. Вот. Потому что тексты непонятные, проповеди нет. Заканчивается у нас служба. Дай Бог здоровья, конечно, каждому священнику. Служба такая-то. То-то, то-то, то-то. Вот. Но, конечно, вот сколько я вот смотрю ваших роликов, ну вот все проникает со всех сторон. Дай Бог им Царство Небесного нездоровья. Господь уж нам отмерит сколько кому. А вот Царство Небесное им бы, да? Царство Небесное. Не помешало бы, да. И поэтому для того, чтобы достигнуть Царства Небесного, они должны своим делом заниматься. В субботу вечерняя служба, в воскресенье литургия. Все остальное время, народ, идите и проповедуйте Слово Божие. Собирайте собрания, делайте занятия по Слову Божьему. Ну, своим делом занимайтесь священническим. Хватит, говорится, всю неделю бесов гонять. Давай. Бесогоны какие-то они священники. Можно выучить эти гнать или вы самолучились? Нет, на клер я не училась. Я просто работала во дворце заведующий отделом. Ну, иногда в некоторых организациях художественным руководителем. И вот, когда пришла детей крестить, типа мочить, да, язык мой, друг мой, это вот точно. Потому что все отошли, а я к батюшке подошла и сказала, а чего у вас так певчи-то страшно поют? А он говорит, а ты-то поешь? Я говорю, ну да, во садуле в огороде мы поем, да там, калинка-малинка во дворце мы поем. Там он говорит, хочешь петь в храме? Хочу. Приходи на следующую службу. Я пришла. Смотрю, клира стоит. Я к женщинам. А там бабушки уже такие 80-85 лет. А он говорит, нет, иди на хоры. Какие хоры? Поднялась от Соберного Челябинского театра. Вот именно вот Игорь Рысенко, Павел Рысенко, они тогда, значит, были, ну, уже закончили Академию культуры. И, Максим, как раз, да, и я, Фрося Бурлакова, которая ничего не понимает в этих крючках, я стояла, а всегда сгорала. А когда уже служба закончилась, батюшка говорит, понравилось, как они поют? Я говорю, да, понравилось. И Игорь Рысенко говорит, дам тебе партию, выучишь? Выучу. Вы ноты-то вы знали? Нет, не знала. У меня дочка пошла на аккордеоне играть. Я пришла домой и говорю, Лена, благодарю тебя, Лена, доча. Сыграй мне мою партию. Она говорит, мама, мне и тюды надо черни играть. Даже вот запомнила автора. Я говорю, сыграй мне мою партию. Вот такая я, и вот все. И вот так вот. Слава Павел, Аллилуйя, спей, знаете. Спой, спой. Я, который ты записала, ну, спой. Ой. Она, Игнатия Тихоновича, стихина, мелодию записала, песню сама, она прям мне так нравится. Ну, спой. Светик, не сиди. Лариса. Ну, мы готовы петь? Света, ты меня так до того... Давай. Лена, хватит уже. Так, давайте так. Я спою другую, не Аллилуйя. Да? Да. Я просто, когда увидела эти стихи, Игнатия Тихоновича, я представила Игоря Владимировича в роли апостола Иоанна. Там строчку вы должны спеть. Апостол Иоанн старел из года в год. Да-да-да-да-да-да-да-да. Да, вот забыла слова для человеков сущих. Один-да-да-да-да-да-да. Ну, в общем, я забыла. Надо готовиться. Надо готовиться. И я им представляла, когда буду петь, и апостол Иоанн встанет и будет петь у нас. Вы согласны? Только не сейчас. Только не сейчас. Да-да-да-да-да. Вот. Давайте мне зубы вставят, когда. Тогда я запою. А сейчас нет громко. У меня нету пока зубов, чтобы петь. Прости, Христунь. Я собак свистеть не могу. Вот так свистут. Простите за многословие. Душа вот так. Да нормально все. Все хорошо. Слава Христунь. Видно, что у вас все. Некоторые побольше говорят у нас. А ты с биткой сеткой, это он там. Еще у кого есть слово? Не взял. Пока не разошлись, я маленькое объявление. Сестры, разберите вот эти банки, какую неделю стоят. Иначе их Любовь Николаевна заберет, и их вы больше не увидите. И второй вопрос, тоже маленький. Там под лапкой очень много тапок, каких-то носков, меховушек. Есть хозяина, хозяева у них, или, может, этих людей уже среди нас нету. Я их сейчас выложу. Если хозяин найдется, вы их верните обратно, раз вы ими пользуетесь. Если нет, заберите домой или еще куда-то. Что будет не разобрано, тоже уйдет куда-нибудь к Любовью Николаевну. Да. Чтобы там, потому что уже натыкано столько всего, неизвестно, чьи. У кого спрашивают, что-то мало кто признается. Все, в банке на дом. Виктор Девченко, я хочу сказать, говори. У нас детик в интернете сейчас, там идет вопрос о том, кто будет сейчас заниматься с ними, и будет ли вообще занятие в летний период. Помолитесь, пожалуйста, чтобы решили родители. Я им предложил, чтобы они сами проводили занятия, там, ну, готовились к какую-то тему и проводили. У меня пока что нет возможности говорить много. У меня зубы цепляются за изделие. Ну, в общем, подготовка идет к протезированию. Помогите, господи. Может, ближайший месяц. Я думаю, что это получится. Ну, у меня трет зубы крут, вот, вернее. Кауте одни остались. Так, Владимир Владимирович, вам слово. События прошедшей недели. Неделя. Где мы прописаны, наши общины, там все под сносом. Оказалось, намного труднее все отправлять. Надо посмотреть, где тут министерство какое-то по пенсиям. Они, это тоже называется, министерство юстиции. Что-то в регионах и старинами министерствами звать, интересно так. Ну, и все данные, там, вдруг раз, не работают у них. Здесь не могут получить, а мы сидим там, часами живем. Но, свидетельства получены, все. Теперь мы здесь, на этом месте. Хотел поближе познакомиться с начальником. Тогда был там Маковеев, фамилия-то какая. Приходил у нас был. Но она оказалась в отпуске, наверное, завтра будет только. И тогда я хотел ей книгу подарить, поближе познакомиться. Юристы, сплошняком. Значит, что? Завтра, если Господь благословит, мы начинаем свою работой делать. Я не знаю, где Андрей-то. Здесь или нет? Нет. Уехал. Как уехал? Ну, работать надо. Коровы. Арматуру тут привезли? Ничего не знаю. С наговорил, он привезет. И надо будет. Да, да, арматуру еще детективно. Володя, Николай, к изменению едут сюда сегодня. Сегодня воскресенье мы ничего не делаем. Так. А, Валерий, у кого извести какие известия? Сокольские. Ну, вот сейчас Надя говорила. Лена мне на этой неделе писала, дочь его. Где он? В России. В России, в Ростовской области. Ну, ладно, только не забывайте молиться. Молимся, конечно. Так. Телефоном больше нельзя. Витя Бушон, почему так рад? Отца надо увезти. Лариса болеет, что ли? Я не обездано. Скажите, скажите, Ларина, отца увезти. Отца увезти. Кому надо? Да, Виктор. Виктор. Понятно. Ну, мы с тем, я посмотрел, у меня там не работает копирка. Значит, если Господь благословит, все никакое сейчас, по второму. Да. Через июль будет такое. Не это. Не это. А десятого? День рождения у меня. Так что, в конце недели, если Господь благословит, мы все сделаем. Минимальную работу делать. Не сделаем. Советую, чтобы Андрюша, позвольте, чтобы он обязательно пришел завтра. Я его советую, все принимают, дедные. Нам не надо далеко идти, а закрепить то, что есть. Потому что мы не знаем, с чего даже было сделано. Фундамента нет. И поэтому, ну, на расстояние, ну, на расстоянии трех метров, например, вот туда взять, и то надо аккуратно посмотреть. Надо не прижимать, где-то. И заложить фундамент. На это хотя бы. А там, где, вот что советовали. Полностью окна с рамками вытаскивать надо. Дверь вытаскивать. С крыши вытаскивать. Ну, все. Это не подходит. Никак. А я начни сейчас поднимать, а стекла начнут лопать все. Потому что рама идет в великолепности. Но она уже маленько сдвинулась, и там есть рамы, которые расколотые. Я тоже со всех сторон смотрел. Так, Илья Владимировна, сейчас и нетрудно говорить. Приезжай. Мне хотелось, чтобы ты был рядом. Какой-то совет дать, и все. Я по стройке все знаю, а это никогда даже не видал такое. Тут эти много. Заменяют венцы, и там все. Но все это выше земли. А что под землей, нигде нет этого. Как это делать, не знаю. Но фундамент должен быть выше уровня земли. Ты смотри, сколько у нас привезли тут. Да не надо никакой дом поднимать. Зачем он поднимать? Он что, пустился что ли? 15 тонн, там еще немного. Не дом поднимать надо, а фундамент сделать под дом. Теплый. Теплый. Вот что надо сделать. Я сколько раз говорю, зачем поднимать его? Он что, куда он опустился-то? Я геолог, я знаю, что опускается куда. Дом никуда ваш не опустился. Он не нужен там, чтобы показать это. Как делать там под землей, когда, допустим, есть там бревна, которые еще целые. А фундамент держит это. А он должен быть выше земли. Это непросто. Непросто. Будет сделано, конечно. Интернет буквально переполнил. Я столько на выписывал, смотрел, все. Нигде ниже земли нету. Нету. И поэтому вопрос только, мне надо прислушаться, посмотреть. Но трогать, вот в том состоянии, как оно идет, наклонилось маленько, закрепить только. А там оно, если тоже будет гнить там дальше, то там уже вернется. И вокруг обойти и посмотреть, где стыковка. Нет, я ничего не знаю, что-то лаги просто подняли. И там просто подняли, а сделать такое подняли. Это не дом, а лаги подняли. Что-то такого-то. Надо внутри тогда все сделать. Не знаю. Я прошу просто, чтобы пришли, посмотрели. А сейчас даже арматуру он говорил, что сдаст и что-то привез. До арматуры еще надо дожить, Игнать, Игнать, что вы с этой арматурой? Четыре дня. До арматуры дожить надо. Он привезти успеет. Нет, так не делается. Что не делается-то? Делается сразу. Ныне. Я сегодня говорил на это. Какие только обстановки не будут. И в это время никак. Вот мы делали здесь, где ставить картинер надо. Что сделали? Все вещи надо было вырубить, а дожник идет и идет. Насквозь порубил. У меня такие сударьи на ногах сейчас начались. Я сегодня не знал, думал, ноги отаривают. Я знаю одно лекарство такое. Зачем ты не могу на арматуру сейчас? Ну зачем сейчас арматуру? Вот. И смотрите, как дальше. Пересадили. 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 Картошка была на том месте посажена. Пересадили. Другое место вырвали. А еще ничего не делали. Но место уже подготовили. Я сейчас спрашиваю. А что за контейнер? А, книги. Андрей, как проходить. Я спросил, ну как вы сделали? Правильно, неправильно, головой попадал. Что это означает? У меня записано. Без совета, потому что делали. У меня записано. Вы мне скинули. Я этот материал записал. Длина 12,5. Ширина 2,5 на 3. 12,2. Ширина 2,5. Высота 2,6. Вот так. 12,2. Я сделал все как есть. Замерили. Разровняли. Все равно. Шпалы были. Поставили на что его, чтобы он не на земле стоял. Это для книг. Если только мы издадим, это очень много. Это еще несколько. Потому что мы издавали, допустим, «Песню православия». Вот одна книга. Вот она. 880 страниц. Одна книга. И сколько места занимает? Одна. А здесь... Вот четырех томник есть. Четыре тома. Проповеду стиха. А это семитомник. Больше 880 страниц у нас не было. А здесь каждая книга, семитомник, будет по 1320 страниц. Большего формата. И шире, и больше. Тут специалисты все работают. Это много. 500 или 1000 экземпляров заказывать. Больше мы не берем. Ну, вот это больше. 5000 прошло. Понятно, что платить надо. А платить-то пока нечем. Но предоплату мы могли бы уже сделать. А предоплата, это третья часть от полной стоимости. Им надо бумагу закупать и все. Сегодня один зашел и говорит. Небес притом. Я говорю, сейчас ищу где достать. Помочь. Люди стараются. Вы каждый со своей стороны посмотрите, что можете сделать. Мы можем рассчитать все книги, но у нас больше ничего нет. Я скажу, что книги, как упорно люди могут говорить, но они не просто кому-то подражают. Вот Сергей руку держит на этом, к истинному православию. И только на опрощенное воскресенье, милости Божьей, мы подарили местную метрополию 770. А там бы эти, которые в миссионерских отделах, они с ума сходят. И сказали, что у нас такая-то книга, как, архиерей раздавал, герои там, наверное, заболели все. Им надо раздавить, чтобы не было ничего. А здесь только 18 фотографий с митрополитом. Ну, то есть, сторонняя, но нужна молитва, молитва, и не сказать где-то, что-то, где можно достать. Вот сегодня заказывают, вот эти книги, трехтомники. Почему? Туда не пройдешь никак. Но есть человек, который имеет возможность за границу ездить. А вон в Литве, теперь на него посылают, он получает, и теперь сам везет туда. А там из одного государства, все они заодно, сколько пересылок от них будет. Вот она уже готовит, сестра, и он поставит коробкой. Некоторые, которые с нами не бывают в интернете, они не знают это, а мы друг друга нужно узнаем. Виктор Николаевич Савченко, вот это он составил, вот. Когда священника, когда нет, и как надо молиться-то. Ну, он составил, я вот это такое, подошел к епископу и к Тихию, показал, он посчитал, что, я говорю, ну, вы священник, у вас все есть. Я посчитал это за благословение. Ну, раз не против, и когда они возвращались, там, с Америки вы, священник один, кажется, от Санкт-Петербурга, и говорит, ну, вот вас нету, а как они там? А и Тихий, хватит, и он готов, и все в порядке. То есть нету у нас Виктор Николаевич Савченко вот это составил. И все это есть у нас. Так, теперь насчет арматуры сделать это надо завтра, и потом рано. Для того, чтобы начать с арматуры сваривать и проще, у нас надо нужно время. И вот сестра мне говорила, когда мы подготавливались здесь, дождик шел, я говорю, только сделать сегодня. Да нет, давайте, тут яблонька растет, Надежда, посадил, ну, вот это, ну, вот это. Надо другое, там надо выкопать было, вместе все перетащить, огородить, и все, мы под дождем это. И полностью вот это освободили. Вот пойдешь сейчас, посмотри, там, ну, шпала-то вчера мы положили. А теперь как? На следующий день дождь еще сильнее. Хорошо, что сделали сразу? Ныне, ныне очень, мы проиграли, у нас бы ничего этого не было. А сейчас даже он, я не знаю, еще головой помотал вот так, Андрей. Мы сделали все по размеру. Что не так? Здесь нельзя заехать, у него высокий кран, все провода, там все надо убирать. Я говорю, у нас здесь соседи-то убрали, ты заедешь, и через забор можно? Можно. Вопрос решенный. Я сделал все, и вот тут пришлось больше и сейчас один. А вчера Михаил здесь Петрович помог, мы сделали. Почти ровно выровняли шпалы, на чем поставить его, будет проверки. Мне интересует, почему Андрей отрицательно показал, что именно не так. Его только вдоль забора можно поставить. Почему? Потому что стрела туда не дотянется. Вдоль забора никак, там нельзя. Ну, все тогда. Я ему показал здесь и показал, как. Надо было согласовать, а вы сами начали делать. Я говорю, вот где виноград, а вот столько, ближе к стене сюда, батюшка не видит. Стрела туда не дотянется, она никак не сможет. Мы здесь сделали все как есть. Сколько он может сделать? У него перекинет сюда. Она вот подъехала машина, здесь стоит длинномер. Она убьет, и вот так вот, и все машина. Я не видел, какой кран, какой контейнер, я не видел. Но я понимал так, что труба, я говорил, вот если, когда завозили щебенку, то у меня палка сделана такая вот. Я поднимаю, и они все проходят свободно. Я еще могу выше поднять, говорю. Он говорит, нет, нет, слабо. А когда показал вот той стороне, он говорит, то это другое дело. То есть, я ни одного шага не взял, то, что он уже не одорвил. А что вот так, там надо посмотреть, может положить, может и сдвинуть можно, или как. Ну, сюда заехать он не может. А оттуда, если он поднимет его, он вплотную почти подойдет. Когда у него поднимет через забор-то. Мы давайте ролики потом посмотрим, как контейнер перегружается. Если он отсюда поднимает, он сказал, хорошо, на той стороне садов. Давайте это уже, приступим, ну, все, давайте закончим, и все. И будем молиться. Вот такое. Будем об этом молиться. Ну, уважаемые, а ну, вы снова господи, как молиться. Ну, уважаемые, а ну, вы снова господи, как молиться. Ликуй ныне, веселиться сегодня, ты ли чистая, красуйся, Богородица, о восстании Рождества Твоего. О, Господи! Тебе, как должно, пусть покажется в небрежении своем и проповедует смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, Господи, праведно суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твоей, изреченностью Твоей Библии. Прости нас, Господи, Владыка Жизни, что закрыли имя Твое Бога и Его. Господи, Дух Святой, да наставит нас не признавать никаких иных богов в Бобея. Алва, Отче! Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды и правды Твоей. Тебя хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, прими нашу молитву о зиане рук, как жертву вечернюю благоухание приятное, пред престолом благодати Твоей. Боже, соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Ты сотворил это от мира, сохраняющего, как зиждитель. Ты, Господь, знающий все прежде бытия. Услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный. Ради голгофских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас, грешных, прими и исполни нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. И мы называем о незаповедавших, кому возвестили слово истины, которое имеет Евангелие на руках. Положи им на сердце, примириться с Тобою, ибо за гробом нет покаяния приемлемого Тобою. Тебе, Боже, хвала, Тебе слава, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Я Вам маленький вопрос задам. У нас здесь мост есть, который идет, он 922 метра длина, почти километр. Один из лучших мостов, такие вообще современности есть. Три движения, ряда идут туда и обратно. Мы сегодня, в воскресенье, не работаем, и гостей я свожу туда как экскурсию. Так, кто из Вас ни разу не был на этом мосту? Ни разу. Мы приглашаем всех, договоримся и сходим. И там мы по мосту молимся, чтобы мост сохранен был. Проходим мимо памятной плиты об аварине и молимся о его душе. Погибший маль. Туда и обратно. Желающие, мы уже договорились, скажите, кто хочет пойти с нами. Вы-то пойдете. Я его сколько раз проходил. Так, занятия будут? 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 Будут занятия, будут? Пусть будут занятия. Давайте. Я не против. Там надо вот эту баду. Сразу оставайтесь только все. Никуда не уходите. Сбегайте куда кому надо и оставайтесь.